Я была, а вот сейчас основное, о чем мне хотелось с вами поговорить. Ну, немножко два слова о себе, где я училась, у кого, у учителя. Прошла все три стадии консерваторского образования, то есть музыкальная школа при консерватории, музыкальное училище при консерватории. И консерватория закончила два факультета, фортепианный факультет и композиторский. Консерваторий и то же самое училище. Ну, надо сказать, что мне повезло в те годы, и в консерватории, и в училищах работали замечательные профессора, замечательные музыканты, с которыми мне пришлось общаться. Это было действительно, знаете, такое стремление познать и разные школы, познать в пианизме то драгоценное, то, чему вообще учится долго. Это вообще долгий путь в искусстве. Кстати говоря, вот в школе, которую я буду показывать, русской школой, первая часть, она для младших классов музыкальной школы, но где-то первой ступени до 6-7 класса. В самом начале, просто, если вы в этом посмотрите внимательно, очень символичный рисунок художника Сергея Зайцева. Путь, который долгий, трудный, ведет к вершине. А какой вершине? Путь храма. Храма искусств. И художник замечательно это сделал, потому что действительно путь наш, музыкант, очень долгий. Долгий, трудный, изобилующий всяческими и препятствиями, и замечательными открытиями. И каждый это испытывает. И, конечно, требуется великое терпение, любовь к искусству, любовь к музыке. И я думаю, что в каждом из нас это сидит с самого детства. И, во всяком случае, даже те, которые приходят позже, они без этого чувства преклонения перед настоящей прекрасной музыкой, они испытывают это всю свою жизнь, долгую, долгую, завершение этой жизни. И вот я хочу сказать, что первый педагог у меня была мама. Совершенно потрясающий музыкант, одаренный очень разных сторон. У нее был замечательный голос, редкой красоты тембр, сопрано, драматическое сопрано. Но это выявилось потом. Она училась, естественно, как пианистка. И в Ялте в то время приезжал и переехал окончательно замечательный педагог из Франции, который учил ее, который ставил на ей руки. У нее был совершенно изумительный аппарат. Это, вы знаете, мы говорим, это, может быть, немножко спускает нас на землю с таких высоких сфер, но каждый из вас знает, что такое поставить руки. Это самое, по-моему, трудное. Ведь недаром, скажем, в зарубежных академиях и учебных заведениях профессора ставят руки. И действительно, потому что, пройдя только долгие, длительный путь, музыкант может маленькому музыканту, юному, поставить такую руку, чтобы он не испытывал трудностей. Кстати говоря, наверное, несколько лет тому назад, я думаю, лет 6-7, в Московской консерватории был семинар для педагогов музыкальных школ, и училищ, и консерватории, посвященных специально вопросам свободы пианистического аппарата, вот той самой очень трудной области, которая, ну, как бы она для нас закрыта. Мы не все разбираемся в этих мышцах, во всем то, что там происходит в организме, но самое главное, что это вот незнание мешает нам во многом, потому что свободный пианистический аппарат, это вот то, что содействует совершенно невероятным путем, как говорится, реализации самого главного, во имя чего мы учимся, во имя чего мы потом идем, выступаем перед слушателями, чтобы можно выразить, была мысль основная, которую композитор вложил в прохождение, и чтобы не было препятствий для выражения, которая, прежде всего, в руках, свободный аппарат. Это одно из главных. Вот я должна сказать, что мама имела это свойство, удивительное распознавание, вот как сделать так, чтобы руки были мягкие, пластичные, чтобы кисть была свободная, локти не зажаты, она просто поразительная. Я в жизни не имела, слава богу, как говорится, проблем вот с этим. И это очень важно, потому что вот на конференции было как раз много-много очень играли и из ЦМШ, ученики, и из училищ, и вот эти спины, зажатые руки, локти, вот и два ученых, один из Америки был музыкант, он же пианист и ученый, который разработал системы, и из Израиля, вот они показывали, как вообще, что, где зажатости, каким образом снять, это действительно очень трудно, потому что если это не дается с самого начала, при постановке рук, то это потом сказывается так, что ведь маленький, он не понимает всегда вот всех вот этих вот, как говорится, моментов, а потом уже, когда он нарабатывает плохие навыки, тогда уже от этого избавиться можно только абсолютным контролем головы, как говорится, и ощущением клавиатуры, вот это ощущение клавиатуры, ведь недаром, все-таки вот, скажем, Геннадий Гусалович Нигаусс говорил, что главное, в пианизме самое трудное, это искусство пения на рояле, к чему мы должны стремиться, чтобы звук выражал мысль, и чтобы звук был разнотембровый, и чтобы звук мог выразить все то богатство содержания, чем, кстати говоря, и славится русская школа пианизма, и всегда славилась, потому что, когда русские пианисты, я уже не говорю о корифеях, а даже вот сейчас еще выходят на конкурсах, они все равно отличаются, при том, что сейчас, немножко этому уделяется меньше внимания, и это очень жаль, потому что вот то самое богатство, которое всегда несла с собой русская школа пианизма, она в своей основе, она осталась, конечно, но оно требует потешки, оно требует постоянного занятия, оно требует постоянного контроля головы, и все, это очень вещь такая необходимая. И вот тогда у меня возникла мысль, а мне, вот я говорю, повезло, значит, мама, потом в музыкальной школе и консерватории Вера Виттон-Чертова, тоже известный педагог, очень воспитавший много пианистов, замечательных, а в училище Рубах, тоже очень известный профессор, он же и композитор, он же написал произведения, многие для пианистов и юных, а в консерватории, да, и еще, в училище я ходила, и у меня была просто, как говорится, жизнь вторая в консерватории, когда я в 29 класс ходила, каждый год на занятия Генрика Уставовича Мегауза, сидел полный класс 29, как говорится, не хватало мест, и мы все внимали тому, что говорит великий маэстро, он действительно был великий, и надо сказать, что и в консерватории, и уже ученик Яков Зак, которого я и заканчивала консерваторию, это все одношкола, наикаусская, фактически русская школа пианизма, и в училище же начала заниматься я, и композицией серьезно, и в консерватории, потом тоже второй факультет, заканчивая композиторский, тоже мне повезло очень, у представителя уже питерской, ленинградской школы, но потом московской, Юрия Александровича Шапурина, мне вам не надо представлять его, потому что это замечательный композитор, а второй профессор, которого я и заканчивала, и училась после того, когда ушел Юрий Александрович, Евгений Кириллович Голубев, его его, кстати, к сожалению, к большому сожалению, меньше знаю, знает просто вот сейчас, очень часто вспоминает, как учителя Шнитке, Ишпая Смирновой, вот это, понимаете, это вот обидно, ужасно, потому что сам по себе Евгений Кириллович Голубев, великолепный композитор с огромным своими личностным, как говорится, почерком, и сейчас вот, как мы иногда, все-таки я обязательно имею возможность, если в своих концертах, я обязательно играю его музыку, потому что, ну, это школа Мисковского, великая школа Мисковского, Жиляева, Голубева, это действительно 42 года, Евгений Кириллович преподавал в Московской консерватории, сколько композиторов он выписывал, сколько, это вообще, просто, конечно, 3-4 имени ни о чем не говорит, это целый большой класс советской музыки, фактически, и русской музыки в последних лет. Вот такие учителя, а в Московской консерватории рядом с нами ходили, я уже не говорю, говорится, мы в классах все-таки проникали и слушали тогда и Гинсбург, и Агорин, и Зак, и Сафраницкий, ну, в общем, перечислить невозможно, потому что это целая, целая, большая, большой пласт русской культуры, московской композиторской школы, как говорится, там тоже можно очень много перечислять, композиторов, которые представляли нашу культуру. и я хочу сказать, что вот, когда потом я стала, поступила в союз советских, тогда назывался, композиторов, значит, мы проходили стадии отбора очень серьезно, это были и показы на коллегиях, это показы и в России, это показы в Советском Союзе, это надо было пройти много-много стадий, и сейчас стать членом Союза советских композиторов, так раньше, но сейчас у нас советских нет, сейчас, значит, композитор в России и Московский Союз композиторов, который мы представляем. И вот я хочу сказать, что вот на переломе этом, при общении с такими большими музыкантами возникла мысль такая, я, естественно, начала преподавать и поняла, что тут масса-масса-масса проблем, которые моя школа может быть не в состоянии все решить, но во всяком случае мне хотела создать именно русскую школу пианизма, поддержать именно это направление, хотя мои коллеги некоторые говорили, ну мы же западники все, мы воспитаны на Моцарте, на Барке, да, это нельзя так говорить, потому что это все общий пласт, огромный пласт культуры, и разделять это тоже странно, но находясь и живя в стране, находясь в лоне русской песенности, русского фольклора, хотелось создать такое, чтобы люди уже с самого детства не забывали, в какой стране они живут, какие богатые напелы в нашей русской земле, ритмика какая уникальная, понимаете, полифония, тут столько вообще, такой кладез, недаром целая плигада русских композиторов возникла, начиная с Глинки и до Глинковских периодов, и после, которые мы до сих пор находимся, потому что они все-таки основывали, и, во всяком случае, как-то обращались к народной культуре. И мне захотелось создать такую школу, где были бы проблемы чисто пианистические, и вместе с тем все-таки основой была интонация, интонация это основа любого произведения, это основа музыкальной речи, потому что музыкальная речь, не все же понимают, к сожалению, и до сих пор есть проблемы, а все-таки музыкальная речь, ведь ее создает композитор и народ, и народ этой земли, которую вывозращиваете себя и свою семью. Поэтому очень хотелось, и я в свое время много очень ездила по экспедициям по России, и собирала напевы, более 600 напевок было собрано, и, конечно, очень малая часть напевок легла в основу небольшой части школы, но при этом я брала, может быть, на мой взгляд, напевы очень характерные интонационном плане, может быть, даже не всегда известные, из известных может быть, здесь 2-3 всего интонации песен использована, а в основном все-таки был сделан акцент на том ладовом, уникальном, то, что дает русская народная песня, понимаете, вот это мне хотелось, с одной стороны, с другой стороны, это как композитор, я как бы брала в основу интонацию, и вот у меня школа делится на несколько разделов, и разделы тоже не очень обычные, я просто ставила с целью, чтобы молодой юный музыкант, а вместе с ним работающий коллега, педагог, он все это знает, он вспомнит, посмотрит, вспомнит, а маленькие прочтя, вместе с педагогом от людей, они, как бы, заложатся зерно, зерно национального мира ощущения, что, на мой взгляд, очень важно, поэтому, у меня первый раздел называется основные элементы музыкальной речи, где интонация, мелодический рисунок, основные приемы звукоизвлечения, это то самое основное, от чего отталкиваться мы будем, и вот, конечно, если говорить об исполнительской культуре, то, конечно, без таких понятий, как прозировка, как туше, звукоизвлечение, как приемы игры, вот приемы игры, я особо хотела уделить внимание, потому что, вот скажем, вот сейчас даже у нас играла Лена на идти, вот они не представляют музыканты, которые начинают общаться со струнами, инструментами, духовыми, то самое, чтобы им поставили текст, и они не проработали это заранее, они ставят штрихи, они ставят, как они будут играть, они без этого не могут. У нас, к сожалению, пианистов очень, это качество плохо развито, потому что мы не привыкли так работать с текстом, а текст музыкальный это та первая основа, ну что вам говорить, вы это сами знаете и все, но без ощущения эпохи, как говорится, всех вот этих периодов прохождения музыкального как говорится, стиля, мы без этого не обходимся, потому что это главное, а штрихи это то, что формирует часть этого стиля, и вот скажем, у меня просто большой раздел на разные штрихи, созданные произведения на разные штрихи, и обратите внимание, что, как говорится, когда совсем молодой и юный музыкант понимает таким штрихом, не просто это, как говорится, как папан играется любым штрихом, от этого зависит портрет музыки, от этого зависит музыкальная речь, от этого зависит то, что выражает музыкальная мысль. И вот поэтому такие штрихи, как тенута, портамента, как легато, легато, все это закладывается с самого начала, вы-то знаете, восстановка рук и все ощущения стиля произведения через штрихи, через, значит, мы потом еще коснемся где-то полифоническую метод изложения, фактуру, то есть тут очень много вопросов. Вот я хочу сказать, что начинаем мы это, но с самого начала я просто вам поиграю немножечко пьес, на определенные на что вы хотите обратить внимание, штрихи. Я немножко чуть-чуть высоко вы вы еще поднимаетесь выше. Да, обратную сторону. Все правильно. Выше? Должна быть выше. Выше. Я просто высоко сижу. У меня так и было. Еще чуть-чуть. А я объясню, почему. Я сегодня Вася очень мне этот момент очень для меня комфортен и важен, потому что весь аппарат пианистический он как бы погружается в эту струну. У меня студент наверное был, который сидел там. Я сейчас не буду опускать, но у него руки примерно вот так были. Я себя удивлялась, как он играет. Как он играет? Это же невозможно, неудобно. Неудобно. здесь погружение идет. Глубокое погружение. Все как бы скатывается в ощущение кончиков палец. И это очень важно. Вообще для туши, для выразительности игры очень важно, как вы ощущаете клавиатуру. Потому что свобода аппарата, свободная кисть, свободная локоть неприжатый. Вот это очень важно. когда первая пьеса называется, да, и, кстати, опираясь на то, что я имела дело с какими-то народными интонациями парклёрными, и жанры. же юный музыкант познает жанры. Скажем, свадебная, плясовая, протяжная, то, что характерно для русской традиции. Вот первый пьес называется «Айна, доль, горе», свадебная. И здесь уже ставится несколько задач таких необычных. Не просто мы знаем, что обычная свободная ощущение клавиш инструмента идет от свободы плеча, от свободы росты. И здесь, помимо того, ставится задача уже слышать